Дагестан 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 Только остается молиться за них, чтобы в скорейшее время Аллах Всевышний остановил это кровопролитие и, конечно, по мере возможности материально поддержать. Татарстан, как и Дагестан, многонациональная республика. И мы с вами знаем, что уважение друг друга и взаимопонимание между народами – это наивысшая ценность для такого многонационального государства, как наша общая Родина. Что процветания и социально-экономического благополучия невозможно достичь, если общество будет разрозненным. Сила нашей уммы и страны без сомнения только в единстве наций, целей, помыслов. В ходе выступлений духовные лидеры также отметили огромную работу, которую проводит муфтия Дагестана не только у себя в регионе, но и за ее пределами – в деле просвещения и нравственного воспитания людей. Ученики шейха Ахмада Афанди у нас на территории области мне очень сильно помогают в проведении духовно-нравственной работы с служащими Центрального военного округа, с заключенными и вообще с нашими братьями в Аллахе. У нас дагестанцы даже построили в городе Сухомлагу мечеть, иншаллах. У нас дагестанец возглавляет общину в городе Верхняя Солдата, где Титановая долина, иншаллах. У нас дагестанец возглавляет в Бесерти, иншаллах. И альхамду ляля, что дагестанцы на Урале как у себя дома. Мы на вас будем, иншаллах, равняться, брать пример, иншаллах. А вы тоже, когда будет возможность, помогайте нам, помогайте остальным в благих вещах, иншаллах. Здесь, находясь в Дагестане, где, можно сказать, находится сердце ислама, потому что здесь похоронены асхабы пророка Мухаммада, саллиллах алейсалям, которые видели его, которые дышали этим воздухом. И их нур находится здесь, в Дагестане. Мероприятие было посвящено 25-летию со дня основания Координационного центра мусульман Северного Кавказа. На протяжении этого периода духовные лидеры совместно проводили работу по сохранению мира и стабильности в стране. В завершении конференции Муфтия Дагестана наградили медалью «Серебряный полумесяц» о Духовном управлении мусульман Свердловской области. Основание решения президиума централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Свердловской области Центральный Муфтия от 3 ноября 2023 года наградить медалью «Серебряный полумесяц» Муфтия Республики Дагестан председателя Совета Алимов Шейха Ахмада Афанги за внесение существенного вклада в укрепление межрелигиозной и межнациональной терпимости и установление истинных духовных ценностей. Хамзу Нурмагмедов, Халий Дахмаев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. 130 продуктовых наборов раздали семьям погибших участников СВО в Дагестане. Такую поддержку им оказали аграрии республики в честь профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечался 29 ноября. Напомним, часть мероприятий, посвященных этому событию, прошли на Центральной площади Махачкалы. Отсюда же машины с гуманитарной помощью выехали в зону проведения специальной военной операции. В составе груза свыше 26 тонн продуктов, в том числе мясо, овощи, фрукты, сладости, вода и многое другое. Еще часть продукции сотрудники отрасли направили пациентам больниц и реабилитационных центров. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова